всем привет добрались мои руки до шубы надо просушить прочесать и проверить на предмет моли шуба у меня чистая я ее чистила после зимнего сезона поэтому она у меня выглядит очень хорошо чистенькая мне только надо ее просушить потому что время лето очень влажное моль плодится и можно пропустить тот момент когда она поселилась в шубе не заметить и потом будет поеденная шута с таким сталкивалась поэтому после того как моль поел мою шутку я даже покажу где она у меня съедена вот она прям это хорошо поела на мою шутку я каждый год теперь по-другому совершенно отношусь к чистке по мою шубу съела моль на второй год первый год я ее относила повесила в шкаф нормально провисела второй год относила повесила в шкаф как положено как написано по завернула ее в льняную в длиной чехол плотненько запаковала и убрала на лето открыла летом чехол случайно потому что не поняла в шкафу стала как будто казаться что шуба лезет сыпется думаю странно как-то что-то насыпется вроде новая шуба какие-то валяются волоски причем моль не летала вообще думаю дай-ка я раскрою раскрыла а там вот такая красота кстати вот после того как моль пожрала мою шубу я стала пользоваться уксусом вот после этого моль больше к ней не притрагивается шуба выглядит великолепно ей уже 18 лет 19 лет нет 18 лет 18 лет моей шубе выглядит отлично но я каждый год ее чищу уксусом вот конкретно норковую шубу я чищу уксусом у меня есть на канале как я чищу эту шубу я рассказываю простой метод многие там фыркают носами крутят кричат что нельзя шубу этот рецепт я взяла в своей книге домоводство он меня в свое время спас от моли я по убрала всю колонию моли в шубе и после этого только уксус вот конкретно для норковой шубы я использую уксус есть методы другие есть бензин там нашатырный спирт со спиртом спирт у меня много рецептов как почистить шубы но вот норковую свою любимую шубку я чищу уксусом яблочным винным беру расческу и прочесываю всю шубу раскладываю на полу и всю прочесываю прочесываю на предмет личинок моли аккуратно каждый кусочек сверху вниз все прочесываю воротник под рукава внутри рукавов вот все 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 меховые участки прочесываю прочесываю аккуратно медленно вот я чувствую кстати свою шубу она вообще не лезет ей 18 лет я считаю что это уксус девочки говорят что это качественная шуба я не отрицаю шуба качественная но за 18 лет любая шуба начнет лезть 18 лет мех не держится эту шубу поддерживает хорошем состоянии уксус причем я вот в этой книжке домоводство нашла лице там свое время когда у меня поселилась моль я выводила моль из шубы я оттуда нашла она меня спасла никакого нафталина и никаких там химических от тараканов или еще чего-то средств я не применяла я все выдела уксусом вычесала и прочистила обычным горячим уксусом после того как я прочесала всю шубу со всех сторон я беру уксус теперь меня винный пахнет приятно таким виноградиком смочила тряпочку прям обильно смочила и просто прохожусь по шубе по меху сверху донизу вот она прям влажненькая становится видно по коричневой я прохожусь вот винным уксусом или яблочным намочила один раз тряпку вот этой тряпки достаточно на всю большую шубу у меня шуба в пол особенно прохожусь по подоле вот так усиленно потому что там основная грязь и оттуда она начинает есть протерла прочесала теперь вешаем на балкон в тени просушиться обязательно в середине лета просушиваю шубу вот просто обязательно потому что сейчас лето стоит очень влажным как раз самое вот такое благоприятное время чтобы разводилась моль хорошо просушившись сушиться будет 3-4 часа вот прямо на висит у меня со всех сторон проветривается и я ее высушиваю вот моя шуба чищены и теперь расскажу что я сделала потом вот когда моль снизу поела шубу вот от моли остаются вот такие вот как бы чашки которые съедены раньше чтобы когда была совсем плотная это очень сильно бросалась глаза потому что при ходьбе она вот так ну как бы струилась и видны были вот эти проплешины что делала я фломастер коричневый также как и с джинсами я люблю красить я прям вот эти участки закрашивала просто фломастером коричневым с годами они вы как бы выцветает фломастер и опять где проявляются эти проплешины где когда-то было 0 я просто закрашивала так свете было закрашено коричневым но со временем фломастер впитывается внешний вид улучшаю шубы и и повесить шкаф чтобы я опять не сожрала мой больше после этого я никогда не надеваю на шубы чехлы не тканевые не тонкие никакие все чехлы закончились и стала искать что лучше всего для шубы вообще от моли что лучше всего оказывается лучше всего газета типографской краска содержит запах такой который отпугивает моль вспоминайте наших бабушек прабабушек у них у всех в шкафу лежали газеты в сундуках лежали газеты это все от того чтобы не возводилась моль и я прочитала опять же в своей книге домоводство это считается лучшим средством от моли да вот так я на такую тонкую вешалку пристегиваю две газеты так длину и вот так у меня шуба стоит с другой стороны как бы типографка типографская краска она не мешает шубе и в то же время вот запах этой краски будет отпугивать моль и низ шкафа я всегда выстилаю газетами хоть и выглядит это не очень эстетично но зато работает вот так что все шубу просушила теперь вешаю в шкаф следующее надо пальто точно также пересмотреть все просушить проветрить вот все сразу начнут спрашивать пахнет ли уксусом вот я протерла винным уксусом уксус у меня винный итальянский вот я нанесла на носок и протерла все моя шума вот высохла она уже не пахнет я не знаю девочки писали что у кого-то там пахнет и на улице пахнет не знаю вот у меня не пахнет типографская краска хорошее средство против моли можно протирать гладить через уксусную тряпку работает реально работает горячий уксусная тряпка которая просто эти места против наступления вред рекомендует именно прочистить проветрить шумы и снова сложить один раз столкнувшись с какой-то проблемой находится решение как их решить и ты понимаешь из всего что ты уже сделал ты понимаешь какие тебе больше всего нравится какие больше всего тебе подходит вот мне нравится для коричневой шубы уксус идеально вот шуба как новая на блестящие мех не сыпется чтобы кто не говорил бензин тоже хорошо чистит но короткошерстные стриженую норку там хороший бензин шатерный спирт спирт многие считают что нельзя мех влагой чистить можно можно не в чистить влагой вот эта книга пятьдесят девятого года над этой книгой работали целые институты там рекомендуют разбавлять водой его и чистить уксус водой бензин шатерный спирт ну что всем пока до новых видео